шалом дорогие друзья мы сегодня опять с книгой откровения изучаем девятую главу и мы продолжаем смотреть просто божьи удары по земле и перед тем как мы подойдем я хочу рассказать про несколько других концептов чтобы мы могли лучше понимать почему все вот это вот происходит писание особенно откровения очень намекает нам на обстоятельства и на ситуации на идеи которые раньше показывались священном писании например вавилон что такое вавилон мы в откровении не один раз будем читать про вавилон вавилон это было место севрита бавилон бавель или бильбуль переводится как конфуз состояние конфуза смущение заблуждение это было место где стали строить башню чтобы утвердиться на земле и показать господу богу что даже если ты еще раз наведешь потоп мы выживем поднявшись на великую башню там в этой истории это в бытие записано написано что все люди знали один общий язык и у каждого племени были свои языки на которых они внутри себя общались но этот общий язык которым все оперировали был достаточен в понимании чтобы объединиться конечно правильно было бы объединиться для того чтобы искать творца но они объединились чтобы сделать себе имя перед творцом то есть огорчить творца и написано что смущение конфуз поразил всех людей это было в их интеллекте это было в неспособности одного племени коммунитировать с другим племенем и естественно они совершенно потеряли ориентацию где правда где истина где зло и они стали поклоняться идолам то есть это было в духовном плане конфуз они ушли от истин божественных и стали просто в ужасном состоянии и вот состояние этого конфуза она на самом деле до сегодняшнего дня уже на четыре пять тысяч лет прошли после вавилона они присутствуют на земле почему войны потому что люди не понимают друг друга потому что одно племя претендует на права другого племени конфуз внутри человека конфликты в одной семье он с ней она с ним человек сам себе не имеет покоя основное пожелание священных писаний для нас имейте шалом божий почему шалом божий потому что мы внутри нас наполненность конфузом и не то что мы сейчас говорим о неверии людей в творца истинного в бога в рамы цхака и якова мы говорим о том что даже среди тех которые называют себя израилем или церковью или божьим народом очень много людей которые до конца даже не верующие к сожалению потому что внутри присутствует этот конфуз это зло это не сатан это не дьявол это его влияние на нас но это что-то что мы произвели сами из-за того что тогда много тысячелетий назад не подчинились творцу это вавилон и очень интересно что мы видим что вавилон противостоит авраам авраам и народ авраама противостоит вавилону и здесь как бы происходит вот эта вечная борьба которая на самом деле в писании названа борьба добра со злом и или зло поглотит авраама его людей или авраам и его народ поглотят вавилон поэтому в этом плане авраама можно назвать анти вавилон и вот это вот вся битва когда израиль потом верующие через ешуа присоединяются к аврааму становляясь одним большим божьим народом или анти вавилоном противостоят вавилону то есть вавилон это что-то что присутствует и в мире порождение самого человеческого эго и восстания против господа бога и здесь победа приходит как бы постепенно очень много людей которые принадлежат аврааму но вавилон по-прежнему в них еще живет и нужно время чтобы прошло вот это очищение чтобы полнота господня наполняла больше эта история видна в самом аврааме мы помним что когда он только начинал с господом богом начинал как бизнесмен с творцом как два бизнесмена я благословлю тебя ты делай для меня один два три проходит время в аврааме уже не остается вавилон вавилона вообще и он готов даже своего сына принести в жертву то есть амбиция человека просто окончен египет концепт египта это совершенно другой концепт это динамическое развитие мир и там есть разумеется тоже много греховного но когда говорится про египет это что-то чем мы заняты мы должны строить мы должны развивать и вот когда мы посмотрим египет и еврейский народ там внутри египта египет не хочет их отпускать потому что все стало интегральным все связалось и здесь в отличие от вавилона развязка не медленная а быстро и господь просто как ледокол врубается в эту ситуацию в том случае он разрушает египет казнями 1 2 3 4 5 10 и народ израильский выходит наружу то же самое мы видим здесь египет то же самое в 9 глава 5 ангел вострубил увидел я звезду падшую с неба на землю и дан был ей ключ от кладезя бездны она отворила кладезь бездны вышел дым из кладезя как дым из большой печки и промать помрачила солнце и воздух от дыма из кладези и из дыма вышла саранча на землю и дына была и власть которую имеют земные скорпионы и сказано было ей чтобы не делала вреда траве земной никакой зелени никакому дереву а только одним людям которые не имеют печати божией на челах своих и дано ей не убивать их а только мучить пять месяцев и мучение от нее подобно мучению от скорпиона когда ужалит человека в те дни люди будут искать смерти но не найдут ее пожелают ее но смерть убежит от них честно говоря совершенно непонятно что это такое это странное явление комары укусы болят скорпионы понятно что это каким-то образом связано с божественным наказанием или это божественное наказание которое переживается как укус на самом деле различные жизненные обстоятельства для нас очень часто могут быть укусами и ты их проходишь как будто тебя кто-то сильно ужалил в общем я не знаю как буквально истолковать это место и производное это каких-либо технологий или это демоническое что-то или это от господа что-то сохраняется чтобы наказывать зло потому что здесь мы очень четко читаем что люди имеющие печать на челах то есть симан знак божий что они защищены что они принадлежат хозяину они будут защищены 9 глава я читаю 7 стиха по виду своей саранча было подобно коням приготовленные на войну на войну и на главах у них были венцы под похожи на золотые лица же ее как лица человеческие волосы не как волосы у женщин а зубы у нее были как у львов на ней была броня и как бы броня железная шум открыли в ее как стук от колесниц когда множество коней бежит на войну у него были хвосты как у скорпионов и в хвостах было же были и и были жало власть же ее было вредить людям пять месяцев и царем над ней она имела ангела бездны имя ему по еврейски авадон а по гречески аполеон непонятно я слышал одно мнение что опыты на адронном коллайдере которые построили в швейцарии и цель которого открыть какое-то дополнительное измерение или раскрыть в мире какую-то дополнительную частицу атомного ряда проявить антиматерию может высовывать демоническую активность возможно это это хотя очень сильно сомневаюсь что человек своими физическими опытами может что-то подобное сделать я читаю писание и очень сильно думаю что здесь замешан господь бог и он производит суды и опять хочу напомнить про египет про то что произошло там без всяких андронных коллайдеров но кровь и огнят помазанная на косяках дверей печать на челах наших это все образы все это имитация или все это образ того что человек приходит к господу богу и говорит небесный отец и я хочу быть в числе твоих детей я хочу присоединиться к авраму я хочу следовать за ешуа я принимаю то что для меня совершил сын божий очищение снял грех снял проклятие дал мне помощь вот в чем мы нуждаемся и я уверен что даже вот это вот аллегорическая картина развертываемая иоанном там на острове патмос доносящий за нас через тысячелетия по каждому по разному понимаемую основная цель пробудить нас будьте ребята готовы мы не знаем чего ожидать мы не знаем что будет сейчас сейчас в америке выборы айсис начинает какие-то действия против айсиса начинает какие-то действия там шумно здесь шумно ты не знаешь где ты живешь и господь бог это единственная надежда и защита 12 стиха 9 главы здесь можно по 17 стих хоть каким-то образом интерпретировать что ангелы повлияли на какие-то человеческие действия один против другого ли а народ против другого давайте прочитаем одно горе прошло вот идут за ним еще два горя шестой ангел вострубил я услышал голос от четырех рогов золотого жертвенника стоящего пред богом говорите шестому ангелов имеющему трубу освободить четырех ангелов связанных при великой реке ефрат и освобождены были четыре ангела приготовленные на час и день и месяц и год для того чтобы умертвить третью часть людей число конного войска там было две тьмы тем я слышал число его так видел я введение коней у них и на них всадников которые имели на себе брони огненные геоцитовые и серные головы у коней как головы у львов и изо рта их выходить огонь дым и сера 2000 лет назад если бы показали 2000 лет назад и ану современного танковое сражение или с применением всех технологических современных методов уничтожения людей вполне возможно что это то что он видел там и так мы видим современное танковое сражение причем тут ангелы вы знаете мы помним ангел шоу за иаковым мы помним что ангелы сопровождали эсава ангелы по всей видимости стоят и определяют или влияют или защищают или направляют даже многих правителей и вот ангелы которые были приготовлены которые стоят к примеру у нескольких ближневосточных монархов на говорят им вперед ребята давайте и мы видим что сегодня происходит на ближнем востоке амбиции турции всегда была такая турция приезжайте к нам отдыхать у нас хорошие гостиницы или вот вам пожалуйста хорошие турецкие товары а сейчас мы слышим как турки говорят о том что они хотят восстановить древних халифат османский халифат мы видим амбиции ирана не нужно про это много говорить включите любую новостную строку и услышите что они говорят мы хотим чтобы шиитская т т т господствовала там то и там то мы читаем амбиции саудии саудовской аравии которые тоже много чего хотят и много чего могут потому что огромные финансы или египет 80 миллионная страна находится здесь и вот это как раз та картина когда можно запустить всех этих коней которые имеют на себя самые различные виды активной и неактивной брони и имеют целые арсеналы оружия чтобы воевать обязательно с израилем они успешно и воюют друг с другом как у нас некоторые говорят пожелаем успеха обоим сторонам но картина вполне подходящие особенно когда мы читаем при великой реке эфрате эфрат это то место где находится и израиль и иордания и сирия и ирак и иран египет мы все здесь в одном большом около эфратском регионе находимся читаем дальше с 18 по 21 стих от этих трех язв от огня дыма и серы выходящих изо рта их умерла третья часть людей опять призываю задуматься говорится ли здесь о глобальной катастрофе если все происходит около эфрата я не могу сказать где я определяюсь я просто хочу констатировать факт это может быть влияние которое распространяется на всю землю а вполне может быть как какой-то локальный но очень интенсивный конфликт и не факт что он будет возможно он был и это было слово для какого-то поколения которое наблюдала здесь многое ибо сила коней заключается во рту их и в хвостах а хвосты их были подобны змеям или головы и имя не вредили прочие же люди которые не умерли от этих язв не раскаялись в делах рук своих так чтобы не поклоняться бесам и золотым и серебряным медным каменным деревянным идолам которые не могут не видеть не слышать не ходить и не раскаялись не в убийствах своих не в чародействах своих не в благо деяния своих не раз не воровстве своем то есть господь наказывает он дает людям прочувствовать вот этот принцип мидо ке негид мидо мера за меру чтобы совершать воздаяние грешникам окей друзья мы закончили девятую главу логически стоит здесь остановиться и на следующей неделе мы продолжим с 10 главы благословляем вас из сиона шалом миссианский центр возвращенные на сион из израиля ставит перед собой цель рассказать израилю о миссианстве и шо а также передать свежее послание из сиона присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте 3w.oasis.media.tv чай логически шо а